Министр здравоохранения Беларуси держит на личном контроле ситуацию с белорусами, пострадавшими в ДТП в Украине. Сегодня рано утром на трассе в Николаевской области столкнулся микроавтобус и грузовой кран. Пострадавшим от 43 до 66 лет, всего 7 человек. 6 граждан нашей страны, в том числе водитель микроавтобуса и еще один 30-летний пассажир, житель Киева. Известно, что один из них в тяжелом состоянии. 24-летний водитель грузового подъемного крана не пострадал. На месте аварии работают следователи и криминалисты, выясняются все обстоятельства ДТП. Пензенский регион открыт для сотрудничества с белорусскими компаниями по всем направлениям. От деревообработки, текстиля до постоянного представительства белорусских товаров на региональной выставке «Пенза-экспо». Об этом заключили договоренность на встрече делегации «Пензы» с могилевскими коллегами в рамках недели интеграции. Она посвящена предстоящему форуму регионов России и Белоруссии. Сегодня же гости посещают свободную экономическую зону Могилев и технопарк. В Гомеле наградили тренеров, воспитавших призеров республиканской спартакиады школьников. 46 человек получили статуэтки, памятные подарки и благодарности. В этом году юные спортсмены из Гомельской области продемонстрировали лучшие результаты. Гомельчане оказались непобедимыми и в летних, и в зимних видах спорта. Результат – четыре условных золота, семь серебряных мест и 11 бронзовых.